Включаю запись. Ну и мы начинаем. Всем добрый день еще раз. Удаленные коллегии, потопа нет. По крайней мере там где я сейчас сижу, а я сижу на даче, на Мацесте, извините. Использую дистанционные образовательные технологии прямо на природе. Связь вроде бы нормальная. Я надеюсь нам будет вести всем дальше. Хотя, когда я посмотрел интернет, действительно иногда и у нас в Сочи бывают не очень хорошие катаклизмы. И я, наверное, представлюсь Юрий Николаевич Белоножкин. Те, кто меня не знает, я разработчик образовательных платформ, курсов. Точнее, платформы я эксплуатирую, настраиваю, веду несколько образовательных веб-комплексов, веб-систем. Извините, это платформа Moodle. Я уважаю другие платформы, но в основном специализируюсь на этой. И сам разрабатываю онлайн-курсы. И сегодня я вам представляю сложный, на мой взгляд, доклад, но, наверное, он будет полезен. Он звучит так, как вы видите на экране. Оптимизация структуры. То есть она, как правило, есть у авторов. Мы будем вести речь о том, как ее сделать лучше, нагляднее показывать. Мы рассмотрим различные варианты структурирования, но с учетом разного наполнения. Разные авторы по-разному готовы, по-разному понимают свои курсы. И мы будем искать разные варианты, которые будут максимально выполнять нашу задачу. Я тоже выражаю благодарность Светлане Александровне за то, что она согласилась принять нас в партнеры. Это электронная библиотечная система. У нее есть несколько направлений. Одно из них это электронные курсы, интегрированные с библиотечной системой. Это редкий случай, когда информационная образовательная среда на одной учетной записи позволяет студентам, преподавателям, методистам входить в разные информационные ресурсы компания Библиоклуб, генеральный директор Константин Николаевич Костюк. И мы одновременно проводим это мероприятие для слушателей. А точнее, мы проводим летнюю школу разработчиков онлайн-курсов. У нее есть удивительное такое свойство. Слушатели официальных курсов повышения квалификации имеют право подтверждать ряд компетенций, полученных в летней школе на наших с вами вебинарах. Вот для подтверждения компетенций в рамках профессиональной программы повышения квалификации с выдачей документа установленного образца. Мы делимся такой находкой, такой новинкой, такой возможностью для всех желающих. Как для преподавателей, так и для учителей. Если меня будет плохо слышно, прошу сообщать в чат. Пока связь работает идеально. Цели нашего занятия звучат немножко строго, академично. На самом деле все не так уж сложно и страшно. Мы попробуем вместе сформировать критерии оптимальности структуры онлайн-курса. Мы рассмотрим различные варианты наполнения курсов и различные варианты структурирования онлайн-курсов. То есть просто наполнить, выложить, разместить, вроде бы мы умеем. Но мы хотим это сделать оптимально, удобно и для себя, и самое главное для наших учащихся. И вот здесь я, возможно кто-то это уже видел, ссылочка имеется. Пирамида потребностей электронного обучения демонстрирую. В моем переводе это не я придумал. Это есть такая компания E-Learning Brothers, братья электронного обучения. Они занимаются консалтингом и они попытались, и мне это понравилось, представить эту пирамиду, в основании которой в потребностях это время и ресурсы. Самое дорогое, нам не хватает всегда времени, каких-то ресурсов технических, организационных и так далее. Вместимость, а точнее наши возможности, мы не можем делать все на свете, и так можно и по-другому можно, но поток задач иногда не вмещается в наши возможности. Далее идут наши навыки, потом компетенции, наконец на вершине этих потребностей, пик опыта. Это достижения каких-то высот, каких-то успехов в онлайн обучении. И вот эти критерии оптимальности мы проанализировали, исходя из опыта, из практики, из общения с коллегами. И в крупнейшей социальной сети, в фейсбуке, более 4000 участников, профессионалов дистанционного обучения, мы проанализировали. И вот у учителей, у преподавателей, у сотрудников образовательных организаций, да и корпоративного сектора, известность о наличии своих ресурсов многим неизвестна. Мы часто не понимаем, чем мы располагаем в реальности. Вот где-то 7% тех, кто разрабатывает или хотят разрабатывать онлайн курсы, вот только 7% вообще представляет, насколько это сложно и трудно, насколько они готовы по времени. Где-то 7%. То есть немного тех, кто может себя оценить с точки зрения обеспеченности. С точки зрения вместимости, то есть возможности выполнить этот колоссальный объем работы, который выпадает в ходе разработки курсов, где-то 10%. С точки зрения навыков, навыки у многих, это технические навыки, методические приемы. Они не идеальны, но высшие. Преподаватели, учителя знают, как выполнить те или иные действия достаточно хорошо, хотя по опросам тех же наших слушателей мы проводим такие опросы, особенно на начальной стадии вхождения в обучение, большинство говорят, что навыков недостаточно. Примерно 85% сталкиваются с тем, что им очень сложно что-то настроить, найти документацию, получить техническую поддержку по своему вопросу. И где-то процентов 30 максимум говорят, что незначительные проблемы у них есть. То есть навыков технологических достаточно, но только где-то на 25% в среднем по опросам. Компетенции, то есть умение применить эти навыки, готовность их применить, вроде бы проходили повышение квалификации, вроде бы получили информацию, но компетентно решить поставленную задачу могут немногие. И еще меньше в силу разных причин добиваются суперопыта, супердостижений, когда студенты, ученики получают высочайшие результаты, все довольны, таких примеров пока маловато. Но как раз мы для этого тут и собрались, чтобы вот этот пик повысить. Давайте попробуем вместе это сделать. Начнем с того, что мы испытываем шок номер один, когда встречаем варианты наполнения курсов, чем их можно наполнять. Контент и учебная деятельность. На самом деле это упрощенная табличка, но даже если посчитать с точки зрения математической статистики число комбинаций, как это богатство все применять, получится невероятное количество вариантов. Мы можем и текст размещать в курсе, и книги, и файлы, пояснения по английски, лейблы с картиночками, ссылки, учебное видео. Так, пояснения тут дважды. Следующий, более интересный элемент, он называется деятельность или активность терминологии электронного обучения. Контент это одно, а деятельность это другое. Это и тесты в различных, совершенно невероятных модификациях и настройках. Задания в виде файлов, эссе, текстов, которые читает преподаватель и каждому выставляет. Иногда выставляет с помощью самих же студентов. Диалог, это вид деятельности. Кстати, не все его знают, он тоже в электронном обучении применяется. Более сложный, более редкий вид деятельности, семинар. Мы часто о нем говорим со слушателями. Сложно его настроить, мы потом посмотрим, насколько он бывает полезен. Ну и гибрид наполнения, это лекция. Лекции, где можно не только читать, но и тут же оценивать свои знания. Форум, где не только можно размещать некий контент, информацию, но и обсуждать ее, причем еще и на оценку. И тоже такой гибрид глоссарий. Он сочетает в себе и информационную компоненту, и деятельность. Компоненту, поскольку там не просто можно прочитать. Можно дополнить словарные статьи, получить за это оценку. Она занесется в специальный журнал. То есть, вот такая совокупность. Она не вся. То, что можно разместить. Много чего можно разместить. Вопрос стоит в том, как это сделать структурировано, оптимально, удобно. И я сейчас показываю такую вот сложную схему. Тут ее читать очень долго, но она очень интересная. Вы можете ее скачать. Она давно выложена в интернете. Это в моем переводе. Не я это придумал. Но я это часто использую в учебном процессе со слушателями. Вот эта масса различных элементов, которые могут быть с разными возможностями, с разными ограничениями. Вот красный цвет это то, что ограниченно имеет применение для какой-то задачи. Зеленый это наоборот высокая значимость. Оранжевый это средняя значимость какого-то элемента. Вот продолжение этой таблицы мы не будем ее сейчас рассматривать. Вы можете ее посмотреть сами, потом задать вопрос. Я имею в виду, у нас есть специальные форумы для слушателей, где мы после вебинаров, да и до вебинаров, постоянно ведем переписку, решаем какие-то практические вопросы. Пожалуйста, можете к нам подключаться. Так какое же есть лекарство от шока номер один по массам вариантов этих контентов? Прежде чем, дорогие коллеги, мы будем создавать курс, мы заранее посмотрим, что у нас есть. У одного автора, преподавателя, учителя, есть, например, один файл, а тестов нет, ему некогда заниматься. Ничего страшного. И он просто хочет этот файл, один-единственный, но очень важный, может быть, это учебник или методические указания по написанию каких-то работ, просто разместить в доступ и оставить один-единственный форум. То есть вот такой вот контент, самый примитивный. У кого-то этого контента больше. Надо заранее, прежде чем структурировать, выбирать структуру, а их там тоже есть масса разных вариантов, нужно продумать свой контент или информацию. Текст, графическую, визуальную. Следующее лекарство, точнее, ингредиент. Это продумать, исходя из своих возможностей, ресурсов, мотиваций, перспектив, что за это будет, за онлайн-курс, продумать, какие виды активности. Может быть, хватит одного форума, и больше времени не хватит. Ничего страшного. На форуме тоже можно и консультировать, и информировать, и вести дискуссии. Мы потом это посмотрим. Вот если это лекарство применить, то, исходя из опыта, в результате сокращение времени на разработку составляет 150-300%, иногда и более. То есть, надо начинать именно с подготовительной части, и не пытаться пробовать все на свете. Так, как на форум попасть, поступил вопрос. Давайте тогда, вы напомните мне позже, чтобы я не уходил в другой браузер. Иначе я могу... Хорошо. Только не забудьте, пожалуйста, я на все ваши вопросы отвечу. Следующий шок номер два, зачастую у начинающих, да и опытных, в том числе у информатов, это людей, которые работают с информационными технологиями, их иногда называют информатами. Есть масса различных вариантов структурирования на основе формата курса. Вот это вот меню из системы Moodle. Такие меню бывают аналогичные в других платформах. Вот здесь мы видим различные варианты. По темам. Единственный элемент. Или просто форум. Курс из одного форума. Такое тоже бывает. Или по темам. Или по неделям. Или формат по колоночкам. И другие, другие, вот вложенные разделы. Когда в тему входят разделы, под вопрос, такая сложная иерархия. Тоже интересно. И хочется попробовать. Сетка. Курс представлен в виде ячеечек. Сеточки. Каждая ячеечка с картиночкой. Подводишь мышку, открывает какую-то тему, какой-то раздел. Тоже интересный. Социальный формат замыкает. Не скажу, что он такой уж хороший. Но перспектива определенно есть. Он позволяет интегрировать онлайн-курс социальными сетями. Он чем-то и похож на. Спасибо. Чем-то и похож на социальные сети. И вот эта вот проба изучения, чтения подсказок. Забирает много времени. Я думаю, что нужно все-таки остановиться и выбрать ту позицию и то лекарство, которое было до этого. Лекарство от шока номер два. Исходить из состава контента и тех активностей, которые у вас запланированы. Этот формат лучше выбрать заранее. На самом деле есть некие шаблонные, такие типовые рекомендации, советы, которые сокращают потери времени на вот эти эксперименты с выбором формата от двух до пяти раз. Это серьезно. Это большие потери времени. И слушатели мои часто с этим сталкиваются, хотят сделать нечто уникальное, нечто шикарное. Потом убеждаются, что это было не то. Давайте мы посмотрим практику. Как это все может быть и действительно ли можно на знании вот этих приемов построить грамотную структуру. Интересную и нетрудоемкую для разработчика и удобную для обучаемых. При этом мы рассмотрим не только как надо, но и как не надо структурировать курсы. Я прошу вас не стесняться задавать самые разные вопросы. У нас глупых вопросов никогда не бывает. Побольше задавайте вопросы. Я на них все отвечу. И самый главный вопрос, действительно ли то, о чем мы сейчас говорим, позволяет сокращать непроизводительные затраты нашего времени. Обратите внимание на фрагмент курса заголовок. И здесь я везде указываю через дробь проценты. 5% в числителе. Это оценка в процентах в трудоемкости. В данном случае я показываю, что структуру такого курса по трудоемкости можно оценить всего лишь 5% от 100. При этом эффект, знаменатель, дает 100% результат, 100% успеха. Трудоемкость не сложная, а эффект максимальный. На основании чего это можно увидеть. Вот обратите внимание на вот эти треугольнички. Это раскрывающиеся списки. Здесь около 10. Да, здесь 10 тем в этом курсе. Вот название предмета. Это онлайн курс. И каждая тема содержит массу контента, деятельности внутри. И если обучаемый или преподаватель, или методист хочет посмотреть, он просто нажимает вот по этой серенькой полосочке. Получается компактная структура. Выбор содержания элементов в этой структуре очень удобный. Очень часто, кто видел курсы в Moodle или других платформах, курс представляет собой такую длинную полосу прокрутки. Scroll down. И крутишь, крутишь мышкой и не видишь конца и края тому, что там размещено. Размещено обычно часто бывает много. Вот такая компактная структура. Почему 5%? Потому что автор в настройках этого курса выбрал формат курса «Сворачивающиеся темы». Вот они сворачиваются, разворачиваются. Можно все развернуть или все свернуть. Или выборочные. Вот этот треугольничек меняет наглядно поворачивается и раскрывает все, что там имеется. Кроме того, что мы видим в центральной части курса, по структуре мы будем также отмечать вот эти блоки. Блоки слева, блоки справа, с которыми есть большая проблема. Те блоки, которые по умолчанию размещены, хочется обогатить, начинаем обогащать и, короче, в итоге справа и слева получается непонятно что. Потом мы начинаем их убирать, двигать в разные стороны, вверх-вниз, влево-вправо и все ищем и ищем. Это тоже проблема, которая забирает время. Что нужно оставлять, что нужно убирать. По структуре курса, наверное, я попутно коснусь, что часто бывают вопросы и вот такие вот подсказочки, готовые наборы гипертекстовых подсказочек очень полезно помогают. Как зарегистрироваться, как получить доступ, часто задавая вопросы, можно такой вот бейджик выкладывать вверху. Это тоже может относиться к элементу структурирования курса. Правда, это делает администратор, но тем не менее, для преподавателя хорошо бы знать, что можно такое делать. Как делать, мы сейчас останавливаться подробно не будем, только упоминаем в общем. Вот такой онлайн-консультант тоже может относиться к структуре, причем этот бейджик также можно скрывать, его можно справа размещать, можно слева. Это тоже системный элемент, который решается вместе с администратором системы, но о нем преподавателю хорошо бы знать. Например, чтобы преподаватели не дергали студенты, как восстановить пароль, он просто им отвечает, задайте вопрос консультанту или посмотрите help, инструкции, там все есть. Хотя самое главное для разработчика курса именно вот эти вот центральная часть и некоторые блоки. Ну давайте тогда я сразу буду отвечать, хотя это вопрос не совсем по теме, не по структуре, но к управлению курсом. А так оно и есть, здесь не видно чей-то предмет. Вот этот предмет, например, доступен шести группам академическим, в каждой группе 25-30 человек. И только эти студенты имеют доступ к этому предмету, причем они еще разбиты по группам, очники, заочники, дистанционщики. Я думаю, я ответил на ваш вопрос. Если нужно подробнее, давайте запоминайте, где можно это продолжить. Запишите, я готов ответить на этот вопрос, связанный с управлением доступом. Очень мощная система доступа. Следующий шаг. А что же в этих модулях? Естественно, здесь трудоемкость высокая. Вот в этом модуле, а это я, разработчик, преподаватель, я не просто теоретик или системщик, я еще и практик, который преподает по таким курсам. Я их разрабатываю, их применяю. Вот у меня здесь такая структура. Вот, например, я, чтобы выделить какой-то заголовок, применил элемент пояснения или лейбл. Сделал покрупнее, красным цветом, что это некий модуль. Раздела и дальше пошел наполнять контент. Вот здесь у меня контент из четырех вопросов по одной теме в формате учебного видео. Обратите внимание, что я не просто даю ссылочку, я еще и размещаю также в виде пояснения продолжительность этого видео. Вроде бы мелочь, но она показывает студенту, потратить шесть минут, и ты спокойно выучишь первый вопрос. Второй вопрос еще более короткий. То есть он видит, что там не надо сидеть часами, слушать. Можно за несколько десятков минут, двадцать-тридцать минут весь теоретический вопрос по теме один посмотреть. Причем даже с мобильного телефона. Вот этот элемент пояснения тоже здесь. Я в такие вот логотипчики, зацепочки, графические, добавляю в стандартном виде, чтобы они видели это структурированно контент. Дальше я вставляю такую полосочку, и дальше пошла практическая часть в виде кроссвордов, эссе, обсуждений в виде форума. Вот пример. Я раскрыл тему один, вот она раскрыта, и в ней мы видим, что я разместил. Конечно, это сложно. Конечно, я потратил на это массу времени. Конечно, говорить об экономической эффективности сейчас сложно. Но с точки зрения функциональности, уважаемые коллеги, педагогического эффекта, можно сделать следующие выводы предварительно. Я продумал, что я мог, я это сделал, я это структурировал в правильном формате, в удобном формате и для себя, и для студентов. И это работает годами. Я уже почти здесь ничего не меняю, я только эксплуатирую свой собственный онлайн-курс. Причем в нем обучаются и очники. И они очень довольны. Заочники вообще рады. Мы посмотрим результаты их опросов. Им очень нравится. И вот в какой-то момент наступает ощущение, что вложенные силы, средства вот в эту всю работу начинают возвращаться. У меня масса хлопот уходит по проверке контрольных, по результатам тестирования. Они играют в игры, мы сейчас посмотрим. Но такой момент наступает. Вложенное время начинает возвращаться в виде удовольствия и свободы. Что я могу чем-то еще заняться дополнительно. Хочу отметить, что трудоемкость учебного видео где-то в пять раз выше, чем обычно мы понимаем. А эффект достигается всего лишь 100%. То есть, да, студентам это очень нравится. Посмотреть преподавателя живьем. И говорящая голова, и голос за кадром, и другие варианты. Но трудоемкость колоссальная. Поэтому мы просто это фиксируем. Что это не так уж легко делается. Учебное видео. А вот элемент лекция. Я говорю про Moodle. Его трудоемкость где-то 50% от того, что мы понимаем. Она не такая сложная, хотя не все умеют ее делать. Но эффект у нее колоссальный. Студент видит текст, прочитал. Внизу видит индикатор своего прогресса. И видит оценку. Вот такой вот индикатор. Так, я что-то потерял свою мышку. Где мой красненький? А, вот она. Вот такой индикатор. Очень удобный. Эффект 100%. Причем я как автор курса, я вижу, кто читал, кто не читал. Оценка выставляется автоматически. То есть один раз сделать хорошо, подготовить такие тестовые задания. И дальше она работает просто максимально эффективно. 5% от того, что могло бы потребоваться, требуется для создания кроссворда на основе глоссария. То есть система сама формирует на основе глоссария вот такие замечательные кроссворды. А эффект достигается 100%. Студент не только читает, решает, играет с этими терминами, с этими заданиями. Он еще и получает оценку в журнал и преподаватель это все видит. Замечательный элемент. Очень хороший эффект от анализа результатов тестирования. Вот, например, 160 попыток. Я могу сразу увидеть гистограмму распределений по баллам, то есть частоты по разным баллам. Одна картинка мне все показывает. Трудоемкость минимальная. Я сразу могу посмотреть статистику, в каких вопросах у этих студентов чаще всего возникают трудности. Очень удобно. Анализ тестирования или большие данные, часто говорят, здесь очень хорошо работает. А эффект 100% в точку. Мы видим проблему моментальную. Ну вот, например, можно посмотреть индивидуальную попытку. Если студент говорит, что там что-то не так, что-то не получается, можно посмотреть, проанализировать вплоть до каждой попытки, если это потребуется. Иногда. По какому-то сложному заданию. Такая мелочь, как настроить в правах какого-то элемента деятельности, например, тест, уведомление студенту о попытке тестирования, заставляет немного времени. Эффект не стопроцентный, но какой-то эффект дается, что когда я ее включаю, то мне приходят письма. Иногда мне это интересно, как они там в реальном времени тестируются. Переходят письма, по которым я вижу, кто выполнил тест, сколько человек за сутки, за период выполняют задание. Если письма не приходят, приход письм не сообщает звукновым уведомлением, я для себя фиксирую. Надо их подтолкнуть, надо их смотивировать чем-то. Может быть, что-то у них не получается. Эффект не стопроцентный, но дополнительный дает. И вот, наконец, переходим к этим информационным блокам. Стопроцентно это тяжело. Это требует времени. Эффект в данном случае не самый высокий. То есть времени потрачено много, а эффект, исходя из практики, не такой уж высокий. Например, блок, показывающий все новости из всех форумов, которые бывают в курсе. У меня их там около 15 бывает, 20 бывает форумов. В каждой теме несколько форумов, обсуждений. Мало кто читает. Вот этот голос народа, когда они независимо от человека добровольно проголосовали, что этот мой курс очень эффективен. Такое обучение с применением электронных систем очень эффективно. Один человек, так и не знаю кто, назвал что-то неэффективно, может быть, нажал не туда, может быть, действительно ничего не понял. Но в целом вот этот блок, он больше для меня интересен. Он создается не так уж сложно, но тоже забирает времени. Вот этот опросник анонимный или вот этот рейтинг предмета. Никто не просил меня, не заставлял меня его делать. Я просто хотел с вами посмотреть. Ну вот пять звезд я получил. Ну, как бы, ну хорошо. Ну, показал начальству. Ну, посмотрели студенты. Не так уж сильно-то все и надо. Да, хорошо. Или вот здесь они голосуют один раз и получается такой ответ. Блок посещаемость. Это отдельная песня, особенно с очниками. Вот этот блок очень легкий, я скажу. Но тоже требует затрат времени. Не всегда они и обоснованы. Вот здесь вот уже другая картинка. Вот такие блоки, которые показывают, кто в этом предмете участвует. Да, он громадный. Вот эти там десятки, а то и сотни человек здесь присутствуют. Но иногда он полезен. Для меня он показывает все, для студентов показывает только преподавателя. Они в этом предмете видят преподавателя. Вот это хороший блок, что по плану. Но самый... Это стандартный блок, что есть в курсе. Вот это вот хороший блок, но я не скажу, что уж он так уж эффектно работает. Показывает рейтинги. Суммарные рейтинги по предмету. Двойственное ощущение. Чемпионам нравится, среднячкам нет. И даже среди чемпионов тоже некое неудобство. Я так старалась, почему-то у него лучший. А почему? Естественно, они стесняются спросить. Но не будем особо так уж переоценивать роль этих рейтингов. А вот этот вот наиважнейший блок для преподавателя, который в реальном времени, особенно когда учеников или студентов много, помогает, подсказывает, что надо проверить. Вот, например, по этому виду активности можно проверить две работы. Если кликнуть по этому треугольнику, можно увидеть даже и чьи. Одна контрольная непроверенная была в тот момент, когда я готовил презентацию. Одно эссе непроверенное. Вот это очень хороший, полезный блок. Его студенты не видят. Но его могут видеть, кстати, методисты. Которые отслеживают исполнительность, своевременность, выполнение своих обязанностей преподавателями, учителями. То есть мы видим, что не все блоки равнозначны. Мы с вами должны выбирать только самое главное. Очень легкий вид деятельности в онлайн курсе, как проверка эссе. Вот они пишут, отправляют текст или файл. Тут преподаватель может их фильтровать по академическим группам. То есть они там не все чохом идут. Как это сделать, кстати, группировки не так уж просто. Это надо посидеть, подумать, поучиться. Но зато потом преподаватель, ведущий, причем даже за разные года, может фильтровать. В одном курсе можно обучать массу людей даже в разные годы. И с фильтрацией их проверяется очень быстро. Я скажу из опыта, это гораздо дешевле, чем просить бумажные распечатки. Дешевле по времени, пока они принесут, сдадут. Потом пока я приду, возьму. Потом сяду, напишу рецензии, верну обратно. Потом они придут, посмотрят результаты. Конечно, это длинная песня. Здесь все в реальном времени, очень быстро и экологично. Иногда приходится некоторым перепечатывать эти контрольные и прочие письменные задания несколько раз. Вот такое оценивание преподавателям. Вот я похвалил, вот я поставил оценку. Вот это эссе. Число символов меня здесь не интересует. Хотя Мудо подсказывает. И нажал сохранить по почте, что уведомление тут же. Очень удобно. Трудоемкость минимальный. Эффект колоссальный. Проверка таких эссе. Еще одно построение. Вот опять же видео. То есть вот в этом примере по каждой теме есть видео. Есть текстовые виды контента. Есть практики. Вот я тоже их так вот структурированно выделяю. Вот такой пиктограммкой. Они привыкают, что это практическое задание. Они выполняют тест. И они еще видят дополнительные премиальные баллы. Некоторые учителя, преподаватели жалуются, что не активные ученики. Не пишут в форумах. Надо поощрять. Причем отдельно. За своевременность. Пусть даже неправильно написал. Но уложился срок. Получи премию. Это их подталкивает очень хорошо. Маленькую. 1-2% из 100. Но это тоже их хорошо мотивирует. За активность. То есть есть пассивные. Да, они сдают тесты. Что-то представляют. Но сидят тихо, не спрашивают, активность не проявляют. Надо поощрять их. Чаще поднимать руку. Задавать вопросы. Не бояться быть смешными или глупыми. Или еще какими-то. Быть активными на занятиях. В том числе и в онлайн формате. Вот такие вот баллы. Я скажу, они не сложные по трудоемкости. Но они очень эффективные по результативности. Это больно-рейтинговая система. Это конечно она сложная. Но вот за данный вид. Вот продумать эту шкалу по трудоемкости. Где-то от 30%. А эффект троекратный. Благодаря вот этим вот видам. Которые дополняют онлайн курс. Вот эти премии, поощрения. Они дают колоссальный эффект. Ну и здесь я добавил. Тоже такой лейбл. Пояснение. Первое место. Не просто разместил текст. Ну и какую-то маленькую пиктограммочку. Которую я нашел в интернете. И добавил сюда. Для привлекательности. Для информативности. Что я делаю. Ну вот глоссарий. Трудоемкость его составит 10%. И эффект десятикратный. То есть глоссарий один раз делал. На его основе не только кроссворды. Но мои тесты можно формировать автоматически. Он сам их перемешивает. Термины. Определения. И вот я вижу эффекты. Уже сводную таблицу. Как они тестируются. Или проходят викторину. На основе вот этих тестов. Которые были сделаны на основе готового глоссария. То есть одним разом я решаю несколько задач. Очень хороший эффект снижения трудоемкости. Структурирование онлайн курса. Вот это вот редкий элемент. Как учет посещаемости на вебинаре. Смысл в том, что в Moodle создается статистика, когда вошел каждый студент, когда вышел, сколько времени провел в ходе этого занятия. И сколько времени было запланировано на это занятие. Ну это максимальное время. 150 это слишком много. Это с запасом делал. Эффект колоссальный. Малейшая жалоба. Малейшее подозрение на какую-то там несправедливость, необъективность учителя-преподавателя. Или необоснованность выставления каких-то премиальных баллов. Все разрешается моментально. Ну и жалоб, конечно, никогда не было. Потому что они знают, что там все четко зафиксировано. Все честно. Но вот учет посещаемости, он автоматический. Почему я выставил вот такой вот 30%? Потому что нужно вот этот Visa IQ в модуль администратору установить, а учителю научить пользоваться. То есть прямо из Moodle учетные записи интегрируются с вебинаром напрямую. Мирополис этого не умеет. Это могут делать только Adobe Connect вебинары и вот это Visa IQ, где все интегрируется и моментально все собирается в статистику. Следующий элемент в структуре, я назвал его медиаконспектно, видим Prezi. Вот по моим оценкам, я давно занимаюсь онлайн обучением, трудоемкость работы с Prezi в два раза, а то и больше, тяжелее, чем создать презентацию в Powerpoint. А эффект, я опрашиваю постоянно студентов, показываю им эти крутящиеся, красивые формулы, даже видео и вот такие вот шкала времени с миниатюрами очень такая. Они этим почему-то не пользуются. Некоторые даже говорят, что их тошнит, когда это все так красиво летает, крутится, переворачивается. Но эффект не такой уж высокий, где-то вот четверть от того, что можно было бы получить. Они слайд-шоу привыкли, да еще с анимацией, видимо еще психология. Ну и трудоемкость пишет. Поэтому я один раз делал, потом еще раз попробовал, и в учебном процессе отказался только из-за высокой трудоемкости и низкого эффекта по мнению обучаемых. Мое мнение-то одно, мне важно их мнение. Да, многие хвалят, многие любят, а еще точнее, не то что многие, а некоторые любят хвалить, но таких, я вижу, не так уж много. Это я везде пишу, что это хорошо для каких-то редких выступлениях, на конференции, где-то, где открыты дверей. Вот там это, конечно, шикарно работает, нужно посидеть долго. Но когда у меня 10 тем, в каждой теме по 3-4 вопроса, и по каждому вопросу я должен сделать презентацию, то получаются десятки презентаций. Причем тоже надо сделать с любовью. Вот там уже о никаком презе я даже и мечтать не могу. Да еще если я видео делаю, поэтому я вынужден презе оставлять только на некие дорогие показы, шоу в учебном процессе. Да, там может быть совместная работа, но я сейчас о ней тоже говорю. Вот она совместная работа как раз. К сожалению, я веб-тьютор плохо знаю, не применяю. Мы не покупали веб-тьютор. Веб-тьютор это не скорм. Я сейчас не помню. Нет, веб-тьютор я не применяю. По-моему, там... Да, можно. Ответ положительный. Веб-тьюторе, вспомнил, можно создавать шикарные интерактивные виды деятельности, интегрировать их в разные платформы, в том числе и Moodle, и результаты тестирования заносятся автоматически в СДО. То, о чем вы спрашиваете. Скорм хорошо работает в Moodle. Правда, про веб-тьютор есть сомнения, ну, небольшое сомнение, где-то на 5%, что оно не будет работать на андроидах и на айпадах без установки специальных небезопасных приложений. Потому что там технология Flash, насколько я понял, она работает на персональных компьютерах и ноутбуках идеально. А вот мобильные устройства, о которых много говорят, там могут быть проблемы. Поэтому я как бы стараюсь обходиться теми средствами, которые не требуют каких-то ограничений для студентов. Вот коллаборационизм, коллаборация, конструкционизм, самый сложный вид деятельности, я назвал его веб-практиках, хотя он называется в оригинале семинар, или в английской версии workshop, сложный вид деятельности. Вот 100% сложный вид деятельности. Мои слушатели с этим столкнулись, подготовить, провести семинар, да еще по графику, все должны синхронно, ну, в заданный интервал что-то размещать. Это сложно, особенно на период подготовки задачи. Вот я им тут расписываю, что это за практика, вот видеоинструкция, что они должны сделать, посмотреть это, потом вот это, потом еще, провести анализ на основе просмотренного, написать краткое эссе и оценить друг друга по моим шкалам. Колоссальная, трудоемкая работа, на 100% сложно, редко кто ее применяет, но зато эффект в 5 раз превышает все остальные. Они там, во-первых, друг друга не видят, анонимное оценивание, они набирают баллы и за свою работу, и за работу в качестве рецензентов. Сильный инструмент, но очень трудоемкий, скажу, ну, по крайней мере, для начинающих. Вот, зато на стадии оценивания очень легко, гораздо легче, чем проверять эссе или контрольные. А эффект в 2 раза больше всех остальных взятых. Вот здесь видно, я вижу, кто кого оценивал, есть ли у них консенсус, выставляю, вот то, что предварительно посчитал компьютер, потом выставляю свою оценку, замечательно работает, но применяется редко. Следующий элемент структуры, у нас уже время подходит, переходить к финальной части, видеоскрайбинг, многие знают, Академия Хана, сам Хан это делает, я тоже это сделал, трудоемкость колоссальная, вот, чтобы вот это вот записать, обработать, вычистить, эффект, да, высокий, но трудоемкость сдерживает. Зато на стадии эксплуатации они получают готовый и видео, и графический конспект авторский, просто вот на одном листочке вся тема раскрыта. Им очень нравится, но очень тяжело, честно говорю, нужно подумать про видеоскрайбинг. Очень хорошо готовится, так, что-то я не могу зацепиться за эту, все поймал. Очень быстро, очень легко можно проводить кейсы, деловые игры в таком элементе, как форум, особенно со взаимным оцениванием. Эффект колоссальный, 100%. Дается им название, дается какой-то документ, и в форуме дается какой-то лейбл, какая-то картиночка, заманчивый текст, впервые в истории статистики, а я ее преподаю, деловая игра с неким боссом, и вместо вот этого пулемета используется Microsoft Excel, они играют в эту игру. То есть главное придумать некую интригу, некий замысел. Дальше начинается игра, обсуждение, но на оценку. И вот они пишут свои решения, голодные посетители, там на основе практического все опыта. Дождь и алкоголь, это все их авторские решения, где они обсчитывают с помощью Excel, там какие-то зависимости, как, например, дождь в Сочи влияет на употребление алкоголя в ресторанах, или кафе какого-то там общепита, или как вот они придумывают, как связана, какова корреляция услуг массажиста в каком-то предприятии и предоставлением экскурсионных услуг. Вот такая вот у них фантазия, или фастфуд против тренажерного зала, это они придумывают уже сами, у них пошел креатив. Они сами это принимают, обсуждают и получают за это оценки. Еще более легким элементом в структуре может являться размещение какого-то стороннего видео, тут не требуется никакой покупки, это открытый источник, который нужно просто разместить, а дальше придумать задание. Вот они его смотрят, получают задание, обсуждают, трудоемкость такого подхода невысокая, а эффект 100% успешный. Или финальная игра, вот одна деловая игра, вторая, чем больше таких игр, кейсов, тем трудоемкость уже для автора снижается. Придумать некую тоже интригу, сформировать название «Я министр туризма, деловая игра», и все это в форуме, эффект нарастает все больше и больше к окончанию этого курса при такой структуре. Дополнительные элементы, их может быть много, в частности, какие-то итоговые анкеты, что мы получили, это надо, конечно, все обсуждать. Бейджики легко делаются, но дают 100% эффект, они видят эти бейджики, у кого-то их больше, это не баллы, это просто формальный признак, графический, вот они иногда так выглядят, кодекс поведения обязательно 1% дает 100% честности, поведения, что они обязуются, легко делается каждым авторам, вот подготовительный блок, рабочая программа, перечень источников, 100% тяжело, хотя-то 100% надо, но не думаю, что так уж обязательно, если никто особо и не требует, я делал все идеально. 0% нагрузки, когда обучаемые сами хотят что-то творить, вот студентка подготовила учебное видео сама, я не просил, она говорит, я хочу научиться делать видеоинструкции, вот она посмотрела мой ролик, как за 3 минуты создать учебное видео, посмотрела и сделала и разместила, 100% полезно. Последнее рекомендую, ничего здесь сложного нет, просто взять и в конце курса разместить анкету удовлетворенности обучаемых, 100% эффект, а затраты ничего там делать не надо, все уже готово, и вот уже сами графики на основании результатов опроса высвечиваются сами. Примеры моих слушателей я с удовольствием показываю, они смотрят, учатся, вот один автор показывает, тут тоже видим знакомый элемент сворачивающийся, тоже такие же пентограммы, у него выбран формат не по темам, а по неделям, очень интересный формат, то есть строго по расписанию, очень мощный контент, здесь не будем детально смотреть, вот на 8 недель курс типовой, вот в каждой неделе у него уже прошел стандарт, лейбл, цель, задание, контент, практически задание, все он идет, вот такая у него технология очень удачная, и вот пример идеальной структуры, почему, потому что здесь автор грамотно размещает то, что может, да он хочет больше, у него есть задумки, но он выстраивает только то, что может, принял решение, проанализировал, хотя здесь не так уж всего и много, может быть лейблов не хватает, но он оценивает, причем это один и тот же автор, несколько предметов, а вот здесь у меня к вам вопрос, это я считаю идеальная структура, почему, если за целый семестр у него всего два элемента, подготовка отчетов и сдача отчетов на оценку, за следующий семестр методичка, письменное задание и тест, вот почему она идеальная в данном случае, ну я скажу, потому что у преподавателя идет трезвая оценка своих возможностей, может быть это очники, которым не надо вот это все подробно, и силу преподавателя не бесконечное количество времени и сил, чтобы так вот сутками сидеть, вот он с государственной архитектурной художественной академии Екатеринбург, вот его предмет, теория устойчивого развития города, автор принял такое решение, новостной форум, учебник и два элемента за один семестр, вот он обеспечивает таким образом своим решением поддержку образовательного процесса, спасибо ему за это, что он так принимает решение, извините, и вот мы возвращаемся снова к этой пирамиде потребностей, ссылочка у вас имеется, что же мы теперь имеем в заключении, мы если будем традиционно идти дальше, как до сих пор шли, не повышая квалификацию, не обмениваясь опытом, не встречаясь на конференциях, имели семь, а можем достичь, если вот так, как Светлана Александровна, Павловна, наша тоже организация, другие коллеги, будут вместе обмениваться опытом, практикой, можем поднять, даже без привлечения каких-то специальных бюджетных средств, конечно, хорошо, чтобы там какие-то были источники, но вот именно за счет таких мероприятий можем поднять до 80% оценку наших возможностей, до 70% в 7 раз повысить наши ресурсы, повысить наши навыки почти в 3 раза, практически, вот судя по вашим отзывам, мы действительно обмениваемся передовыми практиками, мы можем их повысить, повысить наши компетенции, да, не на 100%, для этого надо проходить специальное обучение, и может быть потратить немало времени, чтобы достичь идеала, но вот тренд показывает, что компетенцию мы можем повысить даже таким образом, и поднять где-то 8 раз успешность наших с вами видов учебной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, за счет обмена опытов, взаимодействия, повышения квалификации, обращения к консультантам, к экспертам, мы можем этого достичь. Конечно, хотелось бы, чтобы было 100%, но мы реалисты, в наших условиях даже это будет высочайший результат. Итак, спасибо за внимание, дорогие коллеги, извините, я задаю вот эти три вопроса вам на размышления, нас уже ждут дальше, слушайте, пожалуйста, еще раз, запись будет, вот ссылочка на наш летнюю школу, приходите, и мы там продолжим. Запись будет, если какой-то есть вопрос, я пропустил, давайте обращайтесь тогда с вопросами, я отвечу вам письменно по любым вашим вопросам, а может быть и вы сами тоже поучаствуете, вот здесь наша школа ждет вас всех с радостью. Спасибо за внимание, спасибо Светлана Александровна, если все было хорошо, то я очень рад, прощаюсь с вами, ваш Юрий Николаевич Белоножкин, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!